Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать события жертвоприношения Исаака. И мы обозначим вопрос, который нас здесь волнует, почему Господь требует от Авраама то, что запрещено самим Законом Божиим. Вспомним об этом повелении. Это 22 глава книги «Бытия», 2 стих. «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Казалось бы, это прямое повеление Бога – провести в жертву Исаака. Но это не так. Выше в 1 стихе 22 главы книги «Бытия» сказано, «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему». И далее, и ниже следует 2 стих, который мы с вами уже прочитали. Действительно, в Законе Божьем, в книге Левит, 18 глава, 21 стих, мы находим такие слова. «Из детей твоих не отдавай на служение Молуху и не бесчестия имени Бога твоего, я Господь». Служение Молуху заключалось в жертвоприношении детей. Также посмотрим книгу Левит, 20 глава, 2 стих. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих, то есть в жертву, Молуху, тот да будет предан смерти, потому что за смерть – смерть, народ земли да побьет его камнями». Это суровый Божий запрет. Но в случае с Авраамом, кстати, в самой еврейской традиции, это событие не называется жертвоприношение Исаака, потому что жертвоприношения запрещены. Это событие называется путы Исаака. Ведь перед тем, как возложить его на жертвенник, Авраам связал его путами. То есть никакого жертвоприношения все-таки не было. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама». Что значит искушал? Проверял, перепроверял, чтобы, как золото огнем очищенное от примесей, этот праведник просиял перед Богом. Действия Авраама имеют важное значение. Авраам встал рано утром. Почему он встал рано утром? Потому что он спешит, как бы, исполнить волю Бога. «Оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». А почему он наколол дрова? Чтобы не было так, он придет на это место, а там нету дерева. Ну, если нету, то нету, значит, жертвоприношения не будет. Он как бы сжигает за собою мосты. И все это происходит не в состоянии некой спонтанности. Мы читаем 4 стих. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». То есть три дня. На самом деле расстояние, оно может быть пройдено за полдня. Но он три дня идет по воле Бога, чтобы это было не спонтанное решение, а продуманное. «Возвел очи», это некий такой эфемизм, означающий «стал молиться». То есть он пытается понять волю Бога, замысел Бога, ведь он верит Богу и понимает, что Господь не хочет человеческих жертвоприношений. И в некотором смысле Авраам понимает, что никакого жертвоприношения не будет. На это указывает 5 стих. «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Как пророк он видит, возможно, даже, и понимает, что они должны вернуться. Он не пытается ввести этих людей в заблуждение. В действительности в жизни Авраама было 10 искушений, которые совершенствовали этого человека, освобождая его от всяких примесей, от всего того, что могло бы помешать его совершенству. Теперь давайте посмотрим, что пишут святые апостолы. Это послание Иакова, 1 глава, с 13 по 16 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные». Действительно, Бог никого не искушает на грех, на совершение греха. Он испытывает нас для того, чтобы нас усовершенствовать. И смотрите, Псалом 11, 7 стих. «Слова Господни, то есть обращенные к нам, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, семь раз переплавленное». То есть, когда эти слова проникают в наше сознание, они очищаются от земли, то есть от нашего плотского восприятия. Земля – это и есть человек. И хотя Авраам не понимает, как это может произойти, Бог требует то, что сам Бог запрещает. Но он покоряется воле Бога, понимая, что если что-то проистекает от Бога, оно не может быть преступным и противоречащим самим заповедям Бога. И Господь не искушал Авраама, Он испытывал Авраама. Эта метафора предлагается, чтобы показать, как Аврааму могло это показаться. Да, он мог подумать, что это искушение, как бы на грех. Но мысль благочестивая о том, что Бог не может являться источником греха, которое присутствовало в его сердце, она сразу блокирует такое представление. И когда он говорит отрокам, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам, он уже и как пророк, и как верующий человек понимает, что если ему показалось, что Господь требует что-то беззаконное, но это все в руках Бога, и Господь не допустит оступиться и совершить беззаконие. Ибо пути Господни, они непреложны, и слова Божии чисты, очищены от всякой примеси. Таким образом, в этом тексте, где рассказывается о жертвоприношении Исаака, а на самом деле о путах Исаака, мне кажется, так более правильно, Аврам преодолевает это испытание, выходит победителем из него, причем вместе со своим сыном, потому что до сих пор богословы-экзегеты спорят, кто был на более высоком духовном уровне, отец ли, который ради Бога хотел принести в жертву сына, или сын, который с послушания к отцу готовился стать этой жертвой. И мы знаем из книги «Бытия», что люди потом клялись страхом Исаака, потому что в этот момент, когда Исаак был связан, положен на жертвенник, он не боялся огня, жертвенного костра, каменного жертвенного ножа, который был занесен над ним, в этот момент он боялся хотя бы движением или взглядом высказать непослушание своему отцу. Поэтому это было испытание и для Авраама, и для его сына, и надо сказать, что оба достойно вышли из этого испытания. действительно, как золото огнем очищенное. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о тех беседах, которые мы здесь проводим. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok